Она не очень-то любит, когда посторонние вторгаются в её святая святых. Но для нас Елена Папхадзе сделала исключение. Довольно просторная и очень светлая. Её мастерская без слов рассказывает о хозяйке. Вот так любимое ею море. С самого детства, вспоминает художница, её влекли бескрайние водные просторы. Может быть, потому что родилась она в Севастополе. В Крыму окончила художественное училище. Главное, считает Елена Сергеевна, передать настроение и состояние природы. Вот тогда картина удаётся. В течение дня всё меняется. Вот на море пишешь, вот это состояние видишь, а потом через 20 минут его нет, уже совершенно другое море, другой цвет. Поменялся ветер, как говорят у нас в Севастополе, накат. Вот такой накат волны или иной, и другое совершенно цветовое ощущение. Найти истинный цвет – вот в чём, по мнению Елены Папхадзе, заключается её задача. Этому её ещё студентку учили педагоги сначала в училище, затем в Киевском художественном институте. В творчестве нужна искренность и честность, считает Елена Сергеевна. Может быть, поэтому она никогда не следовала политической конъюнктуре. Она всегда делала то, что ей по душе. А душу её волновала девственность природы, непредсказуемость театра и загадочность русских классиков. Мне больше всех был симпатичен Булгаков. Мне нравилось, что он написал. Что он написал. И «Собачье сердце», и «Яйца», и «Театральные романы». Это же всё интересно. И везде есть и юмор, и острота. Она читала Булгакова, и в голове рождались страсти по мастеру и свой, иной мир, между истиной и мистификацией, иносказанием, и реальностью. Долгие годы художница не касалась темы войны. Слишком тяжёлым было испытание детства. В четырёхлетнем возрасте она вместе с матерью попала в немецкий концлагерь. Но о грустном Елена Сергеевна говорит неохотно. Спешно переводит тему на то, что приносит ей радость и удовольствие. Краски и кисти, холсты, мастерская. Потому что творчество для неё всегда праздник. Елена Бочкарёва, Александр Егоров. События Брянск.